Всем огромный привет. Иду на работу. На улице так классно. Думаю, сейчас подстригу собачку. Приду пообедаем и надо будет пройтись прогуляться. Всем семейству, кроме котов и рыбки. Что у меня там маленькая такая собачка сейчас будет. По идее, как бы из одной собачки лениво идти. Но это мои постоянные клиенты. У них вообще две собаки все время стригутся. Мне сейчас надо одну маленькую. Но пошла тоже навстречу. Но думаю, и в следующие дни нагружать не буду. Пусть она маленькая, но все равно. Целый час все равно на нее уйдет. Так, допустим, в будние дни, если какой-то животные встречи, плюс она. Поэтому думаю, ладно, Владик сегодня посидит недолго с Гришей. Поэтому подстригу собачурку. Ну вот что здесь встреча, да? Что встреча? Такая вся эта... Ну, переносицу, челку. А так вот, ну, коротко любят. А по идее, да? Она как будто уже стриженная пришла. Но они всегда так. Одни, знаете, приводят, когда уже прям вообще такой йети придет, такой комок, что хочешь, что и делай. Там такое преображение на контрасте получается. А вот некоторые вот приходят, когда собачка чуть-чуть там обросла, любят, чтобы все вот коротко было. Хотя они даже не линяют, знаете. Ведь если бы там эти собаки линяли, йорки, да, то, понятное дело, там люди, чтобы, ну, покороче, чтобы так линьки не было дома ощутимо. А они даже не линяют, но вот многие любят, чтобы там все коротко было. Коротко-коротко, такая вот маленькая мышечка. Все, буду работать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ты там все домогаешься старого кота? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я жду Владика из магазина, он за минералкой пошел, и мальчик такой идет с баллончиком с красками, на асфальте рисует, думаю, подойду и так потихонечку прочитаю, что там нарисовал и скажу, а я мальчик, как тебе не стыдно? Ну думала, мало ли какие-то, знаете, ну мальчишка лет десяти ругательства пишет, я такого плохого мнения о ребенке, он написал M плюс V равно сердечко, вообще такая милота Вообще я думала, что только девчонки пишут на асфальте там мелом всякие вот эти там Ваня плюс Кать, там равно любовь и тому подобное Оказывается, мальчишки в таком возрасте уже тоже пишут, как-то для меня это открытие, если честно, стало Даже иногда мне казалось, что там признание в любви, сами девчонки на асфальте писали ночью, пока никто не видел, чтобы вот показать, что вот к ним там как будто кто-то так вот романтизм проявляет, но иногда мне так казалось Пока там Влад купает Гришу, дикый сидит такой, прям аккуратный весь и на селедку посматривает и облизывается Пока там Влад купает Гришу, покажу еженедельник Забежала в этот, в Ленту купить индейку, пока Влад гулял с колясочкой, я в общем по-быстрому сбегала В общем такой еженедельник, тут резинка есть В общем, что тут получается Очень классно тут получается, как раз то, что мне надо Просто идеально Единственное, что здесь нету седьмого дня Это как воскресенье, допустим Но я, наверное, как раз вот эти вот широкие полосы буду использовать Мне надо для работы вести запись клиентов Пока что, я думаю, что попробую Пока их все равно я беру в день не более двух Поэтому на первое время мне точно будет нормально Так я привыкла вот этими квадратиками делать напополам Получается такой вот день Вести запись, иногда там мелко писать Иногда там сбоку уже приписывать Ну, в принципе, здесь можно тоже нормально так вести Такое, ну, начало здесь стандартное В общем, он, по-моему, 150 рублей или 149 по карте Без карты то ли 156, как-то так продается Тут форзаться можно будет разукрасить Как раз цветными ручками своими В общем, попробую я, наверное, этот формат Классно, что не надо ничего чертить По идее А с другой стороны я привыкла так чертить Что какой-то элемент такого художества Как будто бы Зато здесь можно разукрашивать Девочки, хотела с вами поболтать немножко Сейчас уже я помылась Все это Что-то настроения у меня нету Просто Короче, он и один мой клиент Очень давний Очень люблю эту собаку Она шутцов породы Очень хорошая, добрая Такая собака Вообще не могу В общем, хозяин позвонил Там у них еще Юрк второй есть И я стригу буквально лет И это все нормально Хорошо себя чувствовала Абсолютно Ну вот буквально За несколько месяцев Там собаки нет Он вообще говорит, что это все Очень быстро произошло У собаки рак Оказалось, что он весь встулся И как-то все очень скоропостижно Такая вот Жизнь собак Без того короткая Ну, с такой стороны Оно к лучшему Что бывает Что, знаете, животное заболевает И хозяин Долго надеется Там лечит всячески Пытается реанимировать собаку Но, как правило Очень редко Чтобы вылечились от рака Людей Хорошо, что вообще Как бы в некоторой стадии Да, лечится Ну, или там Поддерживается Только вот Недавно Мне кажется, что Стало как-то Улучшение в этой области Вот А у животных, конечно Пока не очень Ну, это уже Мой не первый клиент Который умирает В самый первый раз Это еще Я когда вот только Начала работать Наверное, это Ну, это Наверное, почти Не знаю Через несколько месяцев Привели очень старого Пуделя Слепого Глухого Помыть Ну, там уже Собака Очень старая была Потом ко мне Все ходило Французский пультушка Помыться И почесаться Потому что Они тоже линяют И у них Копликовка Шерсть По всей квартире И в последний раз Его когда привели Он вообще Уже практически Не ходил И привозил Всегда мальчик И он сказал Что вот завтра Его в ветеринарку Поведут А я уже поняла Зачем Поведут в ветеринарку И он говорит Мама просила Чтобы его привели В порядок Его Вы не представляете В общем Я эту собаку Слезами Своими Умывала Ух Меня еще спрашивают Что вот Надо было идти ветеринаром Что я так вот Животно Там собака Хорошо Я говорю Чтоб я ветеринаром была Нет Ко мне привели собаку Я сделала красоту Все довольные Счастливые Ко мне приводят Именно вот Привести в порядок Ухаживать Да А ветеринары Это же С чем они только Не сталкиваются Сколько вот именно Смертей Ветеринары же Усыпляют Должны Представляете Приводят собаку Уже все там Или кота А ведь Сколько случаев Есть Что люди Просто животные Надоедат Я вообще Вот этого не представляю Жить животным И быть таким черствым Как можно оставаться Черствым человеком Живя с животными Я этого не понимаю Приводят усыплять Потому что Животное им надоело Оно стало мешать Там Внеходит в их новые планы Там В какие-то путешествия Еще по каким-то причинам Просто вот Чтобы нескольких Хозяев Решают Усыпить Вообще Просто Не знаю В общем Ладно Я извиняюсь За такое Конец Конец Сегодняшнего Влога Бывает По-разному Все Буду Заканчивать А то я Начинаю Думать Про эту Тему У меня Прямо Все Все Всем пока Пока